Не теряйте чувство юмора Нобелевский лауреат Джон Галсуорси Он родился в 1867 году в графстве Суррей в семье аристократов Единственный сын богатого юриста учился в привилегированной школе, а затем в Оксфордском университете Получив диплом адвоката, Галсуорси, вопреки воле отца, так и не занялся юридической практикой Предпочитая жить в свое удовольствие, много читать и странствовать Во время кругосветного путешествия, которое Джон предпринял для углубления знаний в области морского права Он подружился с начинающим писателем Джозефом Конрадом и впервые стал подумывать о литературной деятельности В 28 лет Джон встретил свою единственную любовь – жену двоюродного брата Аду Галсуорси Именно благодаря ей молодой человек решил воплотить в жизнь свою мечту стать писателем Первый сборник рассказов «Под четырьмя ветрами» он опубликовал в 1897 году под псевдонимом Джон Синджон Галсуорси боялся гнева отца, который не верил в литературный талант сына и считал его занятия пустым времяпрепровождением В следующем сборнике рассказов, вышедшем через год, упоминалась некая семья форсайтов, которую писатель увековечил в более поздних произведениях Только пятую свою книгу «Остров фарисеев» Галсуорси выпустил под своим настоящим именем Критикуя в романе «Английское высшее общество» Джон навлек на себя гнев аристократии, в том числе и собственной семьи Чтобы окончательно не рассориться с родственниками, Галсуорси поменял тему своих произведений и стал писать романы о любви «Темный цветок», «Сильнее смерти» и «Путь святого» Однако его поведение по-прежнему вызывало недовольство чопорных англичан Пренебрегая приличиями, Джон в течение пяти лет не появлялся в свете и наотрез отказывался фотографироваться После смерти отца в 1904 году Джон Галсуорси стал независимым И не только материально, ада наконец-то смогла переехать к нему А когда через год ее бракоразводный процесс закончился, молодые люди поженились Возможность жить вместе, не скрываясь, после девяти лет общественного порицания и резких нападок со стороны родных Вдохновила Галсуорси на создание романа «Собственник», который был закончен в 1906 году и стал первым томом трилогии «Сага о форсайтах» Одним из прототипов главной героини стала жена писателя Ада Галсуорси А историю ее первого неудачного брака писатель представил на примере отношений героев произведения «Сомса» и «Рэн Форсайт» Роман «Собственник» принес Галсуорси репутацию маститого писателя После опубликования «Собственника» Галсуорси забыл о своих героях в «Форсайтах» на 8 лет За это время он написал несколько романов и увлекся театром И хотя его реалистические драмы, написанные на злобу дня, не пережили своего времени Они принесли Галсуорси славу успешного драматурга А пьеса «Справедливость», осуждавшая практику одиночного заключения Оказала, по словам Уинстона Черчилля, серьезное влияние на его программу тюремной реформы Не только произведения Джона Галсуорси, но и его поступки Способствовали изменениям, которые происходили в английском обществе Галсуорси активно выступал за социальные реформы И агитировал за пересмотр законов о цензуре Он тратил не меньше половины своих доходов на благотворительность Галсуорси даже отказался от рыцарского звания Полагая, что писатели и реформаторы принимать титулы не должны Неукоснительно соблюдая правила «писать каждое утро» Галсуорси оставил огромное литературное наследие 20 романов, 27 пьес, 3 сборника стихотворений, множество новелл, эссе и очерков Однако для читателей Джон Галсуорси остается автором саги о форсайтах Эта история трех поколений семьи стала хроникой жизни Англии Конца 19-го, начала 20-го столетия Развивая традиции Бальзака и Толстого Галсуорси запечатлел жизнь со своим жаром, холодом и горечью Второй цикл романов о форсайтах носит общее заглавие «Современная комедия» В последние годы жизни Галсуорси создал третью трилогию «Конец главы», главные герои которой – дальние родственники форсайтов В 1932 году Галсуорси была присуждена Нобелевская премия 66-летний писатель был смертельно болен и на церемонии награждения не присутствовал Однако распорядился, чтобы Нобелевская премия была передана Пен-клубу Международной писательской организации, которую Галсуорси основал в 1921 году Писатель скончался 31 января 1933 года Менее чем через два месяца после получения Нобелевской премии Некоторые литературные критики обвиняли Галсуорси в том, что он завоевывает сердца посредственностей, а не интеллектуалов И все же многие считают, что Джонгл Суорси останется в истории литературы Последним крупным прозаиком викторианской эпохи Редактор субтитров А.Семкин